Привет, привет, друзья! Вы на канале Белый Ёжик, с вами Дмитрий, и у нас продолжается Волвстрайт. Как-то он уже долго продолжается, но путь-то к 21 миллиону долларов-то он не близок, он не близок. Его за один день так просто не заработаешь, хотя некоторые как-то умудряются. На горизонте нет никаких боёв. Нет боёв, нет денег, нет денег, нет жизни без проблем, так, наверное, думают наши герои. Но есть выход. Возможно, он есть. Подпольные бои. Подпольные бои, о которых говорила нам Зизи. Не знаю, насколько это законно, но когда это волновало наших главных героев? Поэтому непременно, конечно, мы поговорим с Зизи только после того, как пообщаемся с нашей командой. Полный ремонт, 550. Ничего себе, как дорого. Подпольные бои. Это правда то, что нам нужно? Выхода нет. Предлагаю послушать нашего пилота. Против его решения я не пойду. Ну, справедливо, справедливо. Это же ему приходится находиться в ковбое и рисковать даже, может быть, своей жизнью. Он же только совсем недавно, совсем недавно из больницы. Давайте сделаем это. Мне плевать, где мы будем драться. Главное, не отступать, чувак. Мне плевать, где мы будем драться. Главное, драться. Ковбой нас не подведёт. Ковбой нас не подведёт. Ну, а ты что, пипипка? Так что, очкарик, вляпаемся по уши в самую грязь? Опасные подпольные бои, удары ниже пояса и трожопые соперники. Дааааа, хочу ну а ты черт шик и блеск shadow в общем никто не против другого и не следовало бы ожидать против после боя с легендой нации у нас есть некоторые некоторые вмятины которые надо бы выправить я просто думаю что мне сейчас бегать и носиться если вот здесь было у духи полный ремонт хотя насколько он соответствует количеству потраченных денег если бы его точный ремонт выполнял но я думаю что нас же не обманут наверное 550 так бы и было просто хотят хотят сэкономить наше время ну что к зизе к зизе кстати кстати да ремонт уровня 2 восстанавливает 7 очков прочности за одно применение в ангаре болты не нужны если правильно подогнать пластины в пазы меньше трения это то что мы получили прошлый раз значит это значит только одно что следующие бои будут приносить нам урона намного больше а бои виртуальный бой прошлый раз я не удержался не в них не продержался не продержался до руку сразу просто снесли но я думаю может быть может быть пока подождать кстати если я бегу к зизе можно и посмотреть какие-нибудь новые штучки может у нее появились атаки сейчас посмотрим не хочу не хочу не хочу а что произошло что за сообщение от и пи пи пики пи пики привет очкарик осел вроде неплохо справляется так что мне захотелось его подбодрить подбодрить я же суровый но справедливый наставник я тут закупался по сети увидел это чудо лучшее творение человечества после конечно меня самого тебя не нужно знать что это такое просто забери посылку в кб ладно и да там еще налог надо заплатить сделай это ладно я верну деньги как только так сразу верховное божество как же мы все себя любим слушай но если ты надо его отключить от сети закупается оплатить не хочет хорошие дела посылка ну может быть надо еще посмотреть что там да может там очень даже нужная вещь зизи моя старая подруга лучшая подруга и поговорить я таки думала что ты появишься тогда сразу перейдем к делу это не клуб чтобы так запросто туда зайти такие ребята умеют прятаться в тени издается мне как раз по твоему профилю ищи вот такой знак зизи зизи этот знак находится возле магазина видеокассет да его просто там невозможно не заметить это за корючка она там сразу бросается в глаза но это точно на ключ похоже не важно дорогуша это их символ когда ты его найдешь запиши рядом модель ковбоя и имя пилота и отойди подальше на какое-то время в бар зайди потусить ну я не знаю хорошо чуть позже вернись туда и глянь на стену больше мне ничего не рассказывали сам разберешься не маленький уже спасибо зи всегда пожалуйста и бой выбирай с умом там такие парни что им палец в рот не клади я думаю мы справимся но мой оптимизм может оказаться с летальным исходом летальный исход что-то мне это не нравится надо действительно действительно как-то очень осторожно ко всему этому подходить зизи я вот что ну может быть найдется у тебя раз такие дела начинаются серьезные может быть какая-нибудь обшивочка операционочка свеженькая последняя версия хотя что может быть и на свалке да что может быть на свалке нет наверное все то же самое все то же самое что и было очки действия ну все то же самое но единственное что есть вариант отыскать что-то на что раньше глаз не обращал внимание ремонт перезарядка нам на жидкость очки действия очки прочности очки прочности атака средняя а вот вот это может быть операционная система BL AST 0730 но у меня у меня есть вот эта операционка она мне досталась ммм совсем случайно после того как я прокатился на велосипеде да по максимуму вот эту наверно прикуплю ну почему бы и нет почему бы и нет а может быть бонус к восстановлению очки действия очки действия но у меня у меня в принципе что-то по очень даже похоже дополнительный двигатель было бы это действительно дополнительным двигателем это бы было бы неплохо но он будет стоять как основной стандартная обшивка базовая атака ну это совсем не то что то да базовый ремонт очки действия очки действия подожди карбоновая обшивка значит очки я теряю я теряю и базовый ремонт плюс 30 и очки прочности я конечно теряю легкая стильная модель идеальная для гонок но но я получу очко действия а это очень даже очень даже очень даже да может даже и решить исход боя если удержаться если устоять на ногах какое-то время то это да ладно возьму 900 не так уж и дорого базовая атака но это очки действия в минус базовая атака 10 боеприпасы 3 вот тут может быть рука еще видишь рама heavy head дает левая рука дает боеприпасов 5 но снимает очки действия может быть ее убрать и поставить такую же мигару может быть может быть может быть ладно не буду тратить время не буду тратить время побегу побегу значит мне что нужно посылка забрать в кб и подпольные бои найти ключ скоротать время куда мы сейчас куда мы сейчас да давай в ночной байкер давай в ночной байкер посылку позже кстати да нужно все таки нарыть ананасиков нарыть прямо ананасиков и я думаю что это я буду хотел сделать но не сделал вот он вот он ну явно же да я его здесь наверное и видел потому что он как-то запомнился мне так вот наверное может быть когда между делом буду копать копаться на свалке сейчас не хочу тратить время ну чтобы заработать ананасики или что-нибудь другое проверка кажется это тот самый знак что мне нужен зи говорила рядом надо написать данные ковбоя посмотрим что из этого выйдет чертни что-нибудь не все данные данные все не надо ну вот и готовы а теперь скажу-ка я ф байкер эй эгей эгей ты в смысле эгегей да в смысле эгегей на вид он вроде не бедный одевается как лох. Парнишка, ты кто такой? И ты обо мне? На что бабло потратите, мистер? На жратву или на выпивку? Ты мелишь все, что в голову придет, пацан. А что такого? Я же правду говорю. Прихлопнут тебя за такое. И кто меня прихлопнет? Этот тощий лошара? Пусть попробует. Я тебе не за то плачу, чтобы ты клиента воскорблял. Логично. Ладно, попробуй быть повежливее. Добро пожаловать в ночное, байкер-мистер. Садитесь, пожалуйста. Вот это встреча. Вот это встреча. Ха-ха. Ты кто такой, парнишка? Вы уже расплатились, мистер? Я дружусь тут в поте лица, чтобы заработать кучу денег. Короче, ты заработаешь скоро кучу неприятностей, я чувствую. Где... Где твоя семья, а? Где твои родители? Нет у меня никого. Я с учителем живу, но мы разделились. До меня дошли слухи, что он может быть где-то здесь. Учитель. И он тебя так научил всему, да? Кто твой учитель? Мой учитель самый сильный на свете. Не то что ты пугала с точными ручонками, и бышцами как лапша. Вам надо больше есть, мистер. Вид у вас больной, голодный. Что, тоже денег нету, да? Вам бы тут поработать, платит отлично, а еще еды дают и воды, в целом свете ничего нету лучше. Слушай, парнишка, тебе бы как-то, знаешь, поближе сначала с людьми познакомиться, понять кто и что он на себя представляет, а потом уже вот такие вот... речи толкать. Давай стаканчик пропустим. Ничего себе встречка. Мастер, что за мастер? Что за крысеныш? Что за крысеныш, а? Взялся, не пойми откуда, зовут Джутара. Сказал, что ему нужна крыша над головой, и что он готов вкалывать, вот работает теперь. Это законно? Откуда мне знать? Я в детях не разбираюсь. Так что тебе о нем известно? Ну, ждет появления кого-то, кого он зовет учителем. мастером. И про топол, кажется, немало, чтобы сюда попасть. Должен появиться какой-то мастер. Хм. Что еще за учитель? Очень интересно. Подпольные бои, задание обновлено. Ладно, ну, здесь все как всегда. Тут указан адрес. По-моему, это остановка автобуса. Я должен там быть в 6 вечера. Успею, если бегом. А мы торопиться не будем. А мы пойдем медленно. Хм. Успеем. 6 часов вечера. Хотя, может быть, я. 6 часов вечера. В общем, они приняли. Они приняли, наверное, наш вызов. Что за таинственная личность? Что за пушистик? Что за глазастик? Интересно. А, вот и ты. Вашему пилоту будет очень больно. Хм. На следующем поедем. А, понятно. В общем, путаем следы, да? Мм. Бойцовский клуб смотрел? Давно. Давно. Да. Первое правило, чувак. А вот и наш транспорт. Не, ну, конечно, крутые пацаны. Они ездят на автобусах. Это однозначно. Черт. Куда ты меня привел? Хм. Прям мой размерчик. Я на всякий случай просто побегаю. А вдруг что-то здесь кто-то что-то обронил? Мм? Нет. Ну, ладно. Давай поговорим. Мы на месте. Пока что мне все нравится. Но предупреждаю, не задавая лишних вопросов. Так у нас положено. Команда у нас крутая, так что будете сражаться за звание местных чемпионов. Что дальше будет, парни, зависит только от вас. Скажешь, как будешь готов. Я все устрою, чтобы твой робот и команда оказались на арене вовремя. И еще. Меня ты можешь называть... Зверь. Боже мой. По прозвищу Зверь. Ух. Ха-ха-ха. Зверюга. Добро пожаловать в подполье, пес. Здесь дерутся не на жизнь, а на смерть. И ковбой будет получать урон. Так что будь аккуратен. Количество доступных поединков не ограничено. Удачи. Ой. Ёй. Ёй. Испытания. А, ну так это же... Это же те же самые испытания. Да, только единственное, что это не виртуальные. Виртуальные получил, да? Получил. Отряхнулся, потренировался, снова зашел. А здесь все серьезно. Здесь. Здесь возможно. Возможно здесь. Мы действительно можем потерять все. Ставки слишком высоки. Ну, нам, наверное, это надо делать. Да? Давай посмотрим. Ммм. Но здесь точно, смотри, отъявленные просто эти отморозки. Ха-ха. Бронсон. Бронсон. Бронсон, пять звезд. Док-бандок. Четыре звезды. Хотя выглядит на все шесть. Эспада. Три звезды. Ммм. Какая-то, типа, не знаю, курочка какая-то. Сафомор. Какой-то робот. И... Би... 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 Баб. Ну, девчулька. Девчулька. Четыре звезды. Слушай, ну, тут вот самые опасные и самые такие, что... И есть безопасные, наверное, да? Ну, что? Может быть, пока мы разогреты. Пока мы разогреты. Я, в принципе, даже ничего не менял, да? Почему бы... Почему бы сейчас и не поучаствовать? Нет. С Синой этой мы, конечно, не будем. Ну, явно, отмороженный какой-то тип. Вот давай вот с Эспандой. Эспада. Додока. Против Найфа Леопарда Ковбоя. Ну, три звезды. Я думаю, уж ничего. Справимся как-нибудь. А вот четверть. Ух! Прямо, смотри, какая-то. Удар ножом. Жало просто у него какой-то торчит. Раскрутка ножа. Ну, давай уже, сделай что-нибудь. Шестьдесят пять-восемьдесят. Ну, больно, но не страшно. Ну, на четыре звезды я, наверное, точно не отважусь. Четыре звезды. Подпольные бои. Мы участвуем в подпольных боях. А что за ставка вообще? Что за приз? Что за приз? Так, ну... Отбивать там руки, это, знаешь, тоже время тратить. У него не так уж много хп-шки на основном органе. Ну, как, брони-то много, но хп-шки не очень много. Было бы 400, уже бы я бы, наверное, не стал. А сейчас можно. Можно просто сразу, сразу, сразу с хода. Атака, 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 стрельба. И я думаю, что он... Он проиграет. Ну, по десять брони сейчас снимать, это очень даже неплохо. Вот. Нет, последний я все-таки сделаю, наверное, в защиту стану. Потому что, ну, кто его знает? А ты давай от этих психов чего ожидать-то? Пускай все-таки вот так. Крепкая рука. Пускай попробует. Пускай бьется. Пускай бьется. Еще брони навесил снова. Удар об землю. Убейся. Убейся о землю. Ну, что? Правый джеб. Да. Блок силен, конечно. Не, но удары у него, они не мягкие. Достаточно не мягкие. Он просто снес мне почти. Он просто раскрочил мне всю руку. Практически. Будем включать ремонт. Ну, а дальше, что дальше? Дальше, дальше, мне кажется, мы будем прощаться. В 60. Можно, конечно, еще вот передернуть немножко. Знаешь, вот давай заключительный вот так вот взмак сделаем. Атака. В 40. В 40. Со всеми добавками и надбавками получилось 40. Ну, что ж. Смотри-ка. Первый бой. Первый бой. Ананасик добавлен в инвентарь. Ну. А, мне кажется, там ананасиков прям много, да? У-у-у. Ну, что ж. Пушистик. Зверь. А, прости. Зверь. Зверь какой пушистик. Еще обидится. Зверь. Я буду захаживать, если что, сюда. Иногда. Когда буду уверен, что мы победим. Кстати, давай я посмотрю. Поражение. Ну, с этим доком я, наверное, чуть-чуть попозже. Вот с девчулькой буду драться. Ну, все, зверь. Пока. Давай. Если что, меня зовут Котяра. Высадили на остановке. Бросили на остановке. Хорошо. Хорошо. Ладно. В картежнике бродяга. Что там за сюрприз? И сколько он мне будет стоить? Что ж вопрос. Это знак. Пожалуйста, соблюдайте тишину. Мы просим вас не шуметь до поры до времени. Спасибо, КБ. Странно. Пойдем по-тихому. Записка. Простите, мистер Шейт. Моя мать сейчас медитирует. И в такой момент ее очень раздражают любые звуки. Так что никаких разговоров. Я получила вашу посылку для пипипики. Она застряла на таможне, так что налоги все-таки придется заплатить. Вот уроды. Заплатите ее на ваша. Завидую, что вы, ребята, можете себе такое позволить. Офигенная штука. Офигенная. Сколько стоит? Сколько налогов нужно платить? А, 360. Ну, 360, конечно, 360 мы заплатим. Спасибо. Заходите почаще. 360. Ну, коль мы уже здесь, покажи. Ну, тут ничего нет. Так, у меня же ананасики. Ну, ананасики для ананасика. Ананасики. Он так долго ждет. Ждет, что я к нему когда-нибудь подойду и подарю эти ананасики. Просто уже неудобно. Так, вангар, наверное. Что у меня? А, подожди, посылка, платишь? Ну, как я заплатил? Или что? Сейчас узнаем. Пипка, пипка. Посылка. Отлично, очкарик. Интересно, куда ты все это прячешь, пока по улице идешь? Впрочем, забей. Осел, распаковывай эту посылку. Круто. Тренировочная арена улучшена до уровня 2. Подожди. А, вот появился вот этот вот мужичар. Огромный. Супергерой. Тренировочная арена. Тренировочная арена. Это в устройствах. Вот она. Можно загрузить до 4 атакующих навыка и 3 защитных навыка. Статуя какого-то бойца с датчиком сердцебиения. Подарок от сенсея. Ух ты, сенсей. Сенсей, пипипка наш. Молодец. Это же сейчас я могу выставлять сюда 4 и защитный 3. Отлично. Я не знаю, что 4, но я знаю, что здесь защитный будет стоять. Это точно будет вот это. Повышение шкалы пидстопа на 30 и снижение вражеского пидстопа. Ну, я так думаю. Да? Подожди. Нет, подожди. Ну, что ты? Вот это. Добавление действий руки правая рука. Добавление голова. Ну, вот это тоже как бы немножко, да. Но знаешь что? Когда я делаю свои действия первые, это еще может сыграть роль. Но когда они сразу на испытаниях начинают меня прессовать, первый ход за ними, это спорное преимущество. Ну, пускай будет так, пускай будет так, пускай будет так. А здесь мы еще поработаем над этим. Я не знаю. Хотя, может быть, попробовать испытание или нет. Аналасик, подожди. А то забуду снова. Или подарю кому-нибудь другого. О, спасибо, чувак. Спасибо. Это еще, да, с дня рождения. Давай еще. О, спасибо. Эй, чувак. Круто, что ты мне сегодня припер ананас. Знаешь, я считаю, каждый должен хоть иногда получать ананасик. Ну, каждый так хоть иногда, но получил уже. Один я, только не ем ананасы. Я опять от своего старика посылку получил. Похоже, он мой, мной гордится. Давай ее вскроем. И пипипка тоже. Доступен новый фильм «Тихий поединок». О, да. А ну-ка, смотреть кино. Давай. Давайте посмотрим, соберемся. Посмотрим фильмец. Тихий поединок. Давно мы не смотрели. Это было офигенно. Блин, котяра. Что за фигня? Только отвлекли меня от работы. Выучена новая стойка. Мазохист. 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 Ну, то есть, чем мы больше терпим, тем мы больше бьем, да? Где этот мазохист? Где этот мазохист? Хотите пироженку со вкусом удара в зубы? Может быть, пинок в промежность? Ох, я наступил вам на ногу. Простите. И не останавливайтесь. Плюс 2 на 20 к атаке, да? Ну, что? Любим получать урон. И обожаем просто, когда противник нас сдвигает. Ну, это все про нас. Это, да. Пока пускай будет... Если будет бой, мы тогда уже посмотрим. Готов ли я сейчас провести виртуальный бой? Переживу ли я? Пережил бы я. Даже сомневаюсь. Мне надо как-то... Мне надо крепче. Мне надо крепче броню. Крепче броню. Ну, посмотрим. Может быть... Может быть, одни очки прочности, чтобы с броней была рука. Может быть, тогда что-то можно... Ладно. Что нам нужно делать? Получается все. Получается все. Что-то у меня дурные предчувствия насчет завтра. Надо убедиться, что ковбой ко всему готов, прежде чем ложиться спать. Что значит не готов ковбой? Подлатать. Подожди. Головешка. Мне кажется, он готов. Слушай, мне кажется, это дешевле стоило. Все, не пойму. Ладно. На сегодня все. Пора на боковой, ребята. Завтра продолжим. Закончился день и 36-й. А что, надо сейчас, день 37-й. Надо сейчас, наверное, все-таки готовиться к виртуальному бою или к испытанию. Ну, в общем, нужно, наверное, виртуальный... Куда все подевались? Куда все подевались? Нужно, наверное, начинать виртуальный бой. Подготовиться как следует. Просмотреть все за и против. Куда все подевались? Действительно. Я не понял. Хм. Утащили куда-то беговую дорожку даже, а? Оставили меня с этим мужиком. А? Куда вы все? А, я даже виртуальный бой не могу провести. А куда все делись? Их нет. Странно. А где они? Где они могут быть? Ну, а где? В ночном байкере. Конечно. Конечно. Не разбудили меня, а сами пошли на вечеринку. Ну, дают. Я тут бегаю, ношусь, а они там где-то. Хотя, может быть, они не в ночном байкере. Ну, ладно. Слушай, начнем по порядку. Ночной байкер первый. Вот туда мы и пойдем. Ключ висит. Ну, они уже знают обо мне. Они. Зверь знает, что нам можно доверять. Опа. Опачки. Что случилось? Я столько ждал этого дня. Кто? А ты еще кто? Что? Друзей не узнаешь, да? Джи Ви? Джи Ви? Ну, ты же мертв. Помнишь меня? Что за... Ты... Ты откуда? Где все? Слушай внимательно, Волк. У меня времени мало. За мной охотится один тип, не здешний, неубиваемый сукин сын. Что происходит? Ты правда мертв? Пока нет, но через пару часов сдохну. Что? Я видел твой труп, разделанный на куски. Разделанный на куски, ничего себе. Да. А я видел твой без башки. Так что мы на равных. Слух. Возможно, возможно, это просто сон. Возможно, это сон. Как там мой ковбой, а? Скажи, он крутой? Что, черт возьми, происходит? Считай, я тебе снится. Только в уборную не ходи, штаны обосцыш. Черт, как я по вам скучаю, парни. Джи, что за хрень? Это какой-то бред. Я знаю, я знаю. Может, ты никогда и не поймешь, как оно на самом деле, но я тебя все равно люблю. Вас, парни, сегодня ждет долгая, странная, темная ночь. И это ты еще ничего не видел. Тебе придется сделать выбор, волк. Отнесись к этому серьезно. Ищи ответ в своем сердце, не повторяй моих ошибок. Что, черт побери, ладно, мне пора. Береги себя. Я ковбой и позаботься. Не знаю, сколько времени пройдет, но рано или поздно он еще сыграет свою роль в мире круче прежнего. Ночь. Да ну это сон. Сон, снится. Нет, снова что-то как-то тревожно. Да ну сон, сон. Вот эти вот смерти снова выстроились в ряд, да? Кошмары, кошмары мучают последнее время меня. Ощути, как он заползает под кожу. Кто? Он заползает под кожу. Бог, червь восстает. Бог, червь восстает. Подожди. Нет, текущих заданий нет никаких. Ну и что? Бог, червь требует кровавой жертвы. Ух, смотри, что за машина. Машина. Это Бог. Джек. 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 Распят там. Ничего себе. Он орет. Он орет. Только не пойму от радости, от веселья или ему плохо. Джек. Ты что там делаешь? Джек. Какого черта ты тут делаешь? Что я вообще-вообще... Отпустите Джека, ублюдки чертовы. Найф. Вот это сон. Вот это хорошо. Вот это хорошо придумали. Вот это мне снится веселье. Найф. Пусть начнется жертвоприношение. Ворп Горд против хавбоя. Найф Леопард против неизвестной личности. Козлоборода какого-то. Начало боя. Джек орет просто невозможно. Сакральная жертва. Заберите меня отсюда. Держись, Джек. Я скоро. Я скоро. Ну, 200. Не так... Удар червя. 50. Ой. Слабак. Слабак. Подожди. Слушай, у него провокация. У него провокация, чтобы я бил в середину. На один ход. По Джеку. Сакральная жертва. Сакральная жертва было написано в начале боя. Возможно, возможно, мне нельзя туда бить. Возможно, мне нельзя туда бить. Сакральная жертва. Хе-хе. Жертвоприношение. А может быть и надо? Может, мне надо туда ударить? Но это же Джек. Он просто там верещит от страха. Как я могу это так сделать? Он же мой друг. Джеки. Джеки. Терпи. Терпи. Ну, не знаю. Прибить его мы всегда успеем. Прибить мы его всегда успеем. Я думаю, что не такая уж большая проблема сейчас нарисована. Продержаться мы сможем. Я думаю, сейчас в защитку встанем. Может, даже, знаешь, что мы можем сделать? Толчок. Вот так. Ну и подождем. Подождем дальнейших действий. Очищение. Что за очищение? Блин, ну, 30 плюс 35. Ого. Ну, это больно. Это больно. Это больно. Удар червя. Ого. Он раздет. Это да. Ничего себе. Я не думал, что так все будет серьезно. Джек. Все серьезно. Джек. Джек. Все серьезно. Быстренько мы включаем это. Так. А что мне делать тогда? Если бы я знал, что сейчас бой, я, может быть, перестроился бы на другой лад. А, кстати, он не ремонтируется. Он не ремонтируется. Он не ремонтируется. Ладно, это уже хорошо. Тогда мне, тем более, надо было... Зачем? Сейчас же у меня стоит вот этот ремонт. Где он? Да? Ну да. Пит-стоп. Но... Ну, для меня это плюс, может быть, все равно. Хорошо. Подожди. Сейчас провокации нет. Я отталкиваю его. И что? На минус 10 становиться? Не самый лучший вариант. Но что делать? Будем стрелять. По этой руке, да? Давай. Минус 50. Минус 50. А может, надо было и оттолкнуть. Минус 50. Здесь восстановление. Здесь пополнение. Но это мне не надо. Давай-ка вот это сделаю. Ого. Не работает. Слушай, а это уже не шутки прям. Это уже прям не шутки. Подожди, подожди, подожди. Ну так я сейчас могу сделать пит-стоп, повысить. Протокол волшебства. Защита. 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 Ну все. Удар червя. Ну все. Еще один удар червя. И руки нет, да? 50 не работает. Слушай, какие очищения. Какие-то проблемы. Какие-то проблемы у меня нарисовались. Серьезные. Рука не работает. Давай, улетай отсюда. Ну он ремонтироваться не может. Он ремонтироваться не может, и это хорошо. Мы будем как-то терпеть. Может Джека пристрелить. Может Джека пристрелить. Идти вперед все равно бесполезно. Меня сейчас откинет просто назад. Сакральная жертва. А, провокация. Он время от времени это делает. Атака червя. 60. Ну я даже сейчас не смогу. Не подчинюсь. Не подчинюсь. Не подчинюсь никак. Здесь не работает. Ну надо отходить. А, сакральная жертва. Сакральная жертва? Нет, у по Джеку можно вариант пульнуть. Но это не тот вариант, наверное, который нужен. Может мне сюда отойти? Может это... Нет, ну отойти-то я уже не могу. Хорошо. Единственный ход это терпеть. А, ну смотри. Я отошел, он и не стал меня бить. Он и не стал бить. Потому что отошел, да? Потому что отошел. Ладно, руку быстро. Давай иди отсюда подальше от меня. Ну, атаковать не смогу. И бить не смогу. Ничего не смогу. Просто буду стоять. Удар варбгорта. Крышка руки остова, да? О, нет, он бьет по всему. Но он подчиниться не сможет. И это хорошо. И это хорошо. На тебе по руке. По рукам. Так хочу. Хорошо. Я не пойму тогда, что мне надо... Что делать? Если я бить, может и надо Джека бить? Я же все равно его не добью. Или мне нужно проиграть бой? Или что? Не знаю. А может надо... Давай сейчас попробуем. Ничего себе щекоточка. Ничего себе щекоточка. Ничего себе щекоточка. В общем, пока стреляю, а там посмотрим. 55. Не работает. А, нет. Смотри-ка. Вау. Ананасик надо валить отсюда. Чего происходит? Уводи Джека. Я их задержу. Ага. 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 Хорошо. О, нет. Не сметь. Эта жертва предназначена червю. Хиллер. Пристрели хипаря. Хе-хе. 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 Эх. Эх. Слушай-ца, Найф, сваливай. Так это сон или не сон? Найф. Я думал, Найф снова в больнице. Нет, это поросенок. Ну, всем грустно. Все плачут. Ну, подожди. Он же жив. Он же под капельницами. Как это произошло? Черт возьми. Как это произошло? Почему? Ну, его эту в жертву хотели принести. С ним все будет в порядке? Надеюсь. Он крепкий парень. Мы возвращаемся в ангар и говорим о том, до чего странным вышел этот день. Эта ночь странным вышла. Я не пойму. Я думал, что это сон. Внезапно боль делается невыносимой. Даже думать ни о чем невозможно. Джек, церковь, фармгод. Как мы тут ощутились, где все, черт возьми. Как и с ограблением. Все куда-то деваются. Воспоминания растворяются и тают. Все превращается в странный сон, и мы внезапно перестаем о чем-то говорить. Но я помню, живи, по крайней мере, его голос во тьме. Я могу лишь довериться этому ощущению, да и кто бы мне поверил. Не могу избавиться от мысли, что каким-то образом это как-то с ним связано. Реальность крошится. Я пытаюсь ухватить воспоминания, но темные обрывки растворяются во тьме. Как и все остальное, что имеет к нему отношение. Все тает. А ты еще кто, черт возьми? Тридцать восьмой день Как там, Джек? От него пока нет новостей. Ты-то как в порядке? Да, все нормально. Нам теперь надо быть еще осторожнее. Вольному воля. Я вижу, что ремонт нужен. Слушай, это не шутка была. Это прям был бой. Прям настоящий бой. Это не сон. Ковбой почти разрушен. Что же произошло? И почему этот котяра со снайпером с собакой, да, взяли их, этого хипаря пристрелили? Начиналась история с того, что они бегали же за шейдом там. В общем, не знаю. Джи Ви, был ли он или нет. Что это все значило? Зачем эта жертва нужна была? Ну, они, наверное, точно хотели, чтобы я его прибил. Может быть. Может быть. Может быть. Может быть, это какие-то метафоры непонятные. Ладно. Оставлю. Оставлю я нашу команду ненадолгое время. Ну, я думаю, что Джек поправится. Он сильный. Он сильный. В общем, пока-пока. И до новых встреч. Пока.